Надежда Инзытова на почте частый гость. Оформляет переводы, посылки, подписку на периодические издания. Признается, регулярно читает Серьевскую трибуну. В этом году решила принять участие в акции «Дерево добра», организованной Почтой России. Потому что охота помочь в информации, чтобы люди читали, получали информацию. В самарских почтовых отделениях акция проходит каждый год. Особое внимание в зимние праздники. В операционном зале установлена елка с открытками. Любой желающий может снять одну или несколько и порадовать кого-то подпиской на газеты и журналы. Можно выбрать любое издание по каталогу, которое представляет Почта России. Можно сделать подарок соседям, можно сделать подарок друзьям. Но все же ключевое – это пансионаты для ветеранов, воспитательные и образовательные учреждения. Мы лишь даем возможность нашим детям выбирать, каким образом получать информацию. Анна Спорошева представляет Самарский металлопрофильный завод. В рамках акции ее предприятие оформило подписку для школ района. Общая сумма составила 20 тысяч рублей. Прежде чем оформить подписку, мы связались с учителями школ, в первую очередь начальной школы, и спросили у них, что именно их заинтересует. Это «Почемучкам обо всем», «Юный эрудит», «Мегамозг», «Глобус». По словам начальника Сергеевского почтамта Дмитрия Слезина, акция положительно влияет и на подписную кампанию в целом. Мы охватываем намного больше аудиторию, и я думаю, видя в школе данные подписные издания, да, ребенок, может быть, захочет выписать что-то из себя, потому что немножко в современном мире мы отошли от бумаги, больше переходим к гадышам, а это, возможно, будет интересно. Участвовать в «Дереве добра» можно в онлайн-формате через мобильное приложение «Почта России». Всего в регионе в рамках акции в прошлом году было подарено 7 тысяч экземпляров изданий. В этом году цифра ожидается не меньше, в областном отделении прогнозируют до 9 тысяч. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергеевский район.